Ольга Валерьевна, какова эпид-обстановка на сегодняшний день в регионе? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха и Якутия. Оценивая санитарно-эпидемиологическую ситуацию на сегодняшний день, необходимо обратить внимание на то, что за долгие два месяца достаточно стабильного, в общем-то, такого напряженной ситуации, связанной с тем, что в день фиксировалось до 200 случаев, сегодня зарегистрировано меньше 200 случаев, 193 случая новой коронавирусной инфекции. На столицу Республики переходится 88 случаев. Особую тревогу сегодня у нас вызывают также Мирнинский, Нерингринский и Алданские районы, в которых фиксируется от 15, 13 и 10 случаев, значит, соответственно. В Мегино-Кангаласском, Улусе и в Ленском районе фиксируется по 8,7 случаев и по 1 до 6 случаев регистрируется в 20 районах Республики. За сутки лабораториями Роспотребнадзора и лабораториями учреждений здравоохранения Республики Саха-Якутия было проведено 2599 исследований на ковид. Данная цифра непосредственно основывается на данных только лаборатории ПЦР. Мы также продолжаем осуществлять тестирование граждан Республики Саха-Якутия иными методами тестирования как такового. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, безусловно, для нас приближается самый любимый праздник каждого вообще живущего, наверное, на земле. И, конечно же, сегодня есть определенного рода правила, которые установлены в части празднования Нового года. Основная задача позиций, которые определены в указе главы Республики Саха-Якутия, связаны прежде всего с тем, чтобы установить правила безопасного проведения новогодних праздников как для детей, так и новогодних праздников для взрослых. Для того, чтобы снизить риск заболевания и, соответственно, не допускать групповых заражений. В связи с чем я обращаю ваше внимание на то, чтобы органы местного самоуправления, сами по себе исполнители непосредственно указа главы Республики Саха-Якутия, не допускали собственной интерпретации или разъяснения или комментирования указа в части как проведения новогодних утренников среди детей, так и корпоративов, которые, как правило, по желанию проводятся в общественных организациях. Основная цель указа – снизить количество заражений и не допускать больших групповых заражений как таковых. Это возможно и в той ситуации, когда уже есть сложившиеся коллективы. Поэтому, когда мы говорим об утренниках, об мероприятиях новогодних в школах и в детских садах, то никакого смешения детей в этих группах, как в детских садах при проведении утренников, так непосредственно и школьников не должно быть. Как разделили мы изначально школьников на классы, как разделили ребятишек на группы, они таким образом раздельно в своем микроколлективе и должны встретиться с Дедом Морозом и получить свои подарки.